В Чебоксарах дали старт 8-му Чебоксарскому международному кинофестивалю. Сегодня начались показы конкурсных фильмов. Они проходят в залах сразу пяти столичных кинотеатров. В программу включены не только российские ленты, но и картины режиссеров из Финляндии. Причем оценивать работы в этом году будут участники прошлогодних кинофорумов. Организаторы не скрывают, что финансовые проблемы коснулись фестиваля. Но, несмотря на это, удалось подготовить интересную программу. Торжественную атмосферу в этот вечер не испортила ни пасмурная погода, ни отсутствие красной дорожки у входа. От главной традиции организаторы все же не отказались. Старт фестивалю был дан ударом в киношной хлопушке. 8-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, открыт. Зрителям на этой неделе покажут 11 полнометражных лент и 13 картин, снятых региональными студиями. Многие из этих фильмов навряд ли попадут в широкий прокат. Организаторы говорят, что для молодых актеров и режиссеров этот фестиваль станет возможностью заявить о себе. В 8-й раз проходит фестиваль в Чебоксаре. Более 400 фильмов вы посмотрели в прошедшие годы. Я надеюсь, что традиционно наш фестиваль всегда нацелен на духовное кино, на развитие молодого поколения. Все это вы увидите и в эти дни. Члены жюри отмечают, выбор будет довольно непростой. Множество конкурсных фильмов уже участвовали в кинофестивалях. Как и в прошлые годы, авторам лучших кинолент вручат бронзовые статуэтки Ане и специальный приз главы республики. Это картины, которые мы должны оценивать, показать, что мы круче, что мы понимаем больше кино и не унизить наших предыдущих коллег-оценщиков. Я хочу сказать, что это большая честь, эти картины пытаться оценить, найти в них что-то, с чего не углядели наши коллеги. В этот раз за призы кинофестиваля борются и три ленты, снятые местными режиссерами. Причем одна из картин звучит на чувашском языке. В конкурсе участвуют и фильмы из Алтая, Якутии и Татарстана. Это огромный рост. Говорит о том, что мы берем примеры с других прошедших кинофестивалей и, несомненно, дают нам толчок для дальнейшего развития именно национального кинотографа. Очень важно получить оценку критиков, оценку жюри почетного, который присутствует здесь, на нашем кинофестивале. Очень хотелось бы узнать, что происходит в соседней республике по киноискусству. Я думаю, что, в общем-то, и мы в какой-то степени должны не только не отставать. Для зрителей, я думаю, интересно будет не только познакомиться, но и какую-то новую атмосферу почувствовать. Понимаете, что такая атмосфера, вы знаете, да? То есть совершенно другое отношение должно появиться к кино у людей. Открылся Чебоксарский фестиваль кинопремьерой. Фильм «Старики» молодой режиссер Владимир Вобликов не случайно решил презентовать именно здесь. В прошлом году он привозил в Чебоксары свою документальную картину. Работа автора тогда впечатлила известного актера Сергея Фетисова, который предложил снять кино по мотивам необычной пьесы. Я всегда хотела фильм снять художественный, да? Мне без разницы было, короткий, полный метр, абсолютно без разницы, вот, значит, потому что не было истории интересной. Вот, и у меня рассказала история, и я понял, что это именно та история, которую я хочу снять. Вот, сразу его увидела в роли гастрита, соответственно, вот, ну и как-то очень быстро все закрутилось, завертелось, и моментально все. Фильм «Старики» на этой неделе презентуют и в муниципальных домах культуры. В рамках кинофестиваля авторы картины проведут творческие встречи с жителями Порецкого и Красноарамейского районов. Познакомиться с известными актерами смогут и чебоксарцы. Для горожан они проведут мастер-классы. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика.